Хочешь кушать? Я тебя куплю, Александр, сейчас пойдем он где-нибудь. Пойдем, почему выйдет? Я закрыт уже, закрыт. Мороженое тоже закрыто? Все закрыто, по-моему. Александр, извини. Не хочу кушать больше. Нет еды, сори, до завтра. Не беда. Завтра-то я целый день не работаю. Целый день ешь? Ты завтра работаешь? Работаю и ем. Целый день работаешь, а после завтра целый день не работаешь. И ешь целый день. Undying забирают наши мальчики и начинается настоящая заруба! Посмотрите на его улыбку. На чью, на DDC? На дядька. Он ездит и смеется. DDC думает, мы стряли, дорогие друзья. Берем ПЛ, ну все, эта игра... Ну вообще это не долго, наверное, будет, но... Не долго, но энергично? Энергично и интересно. Ну что, ребят? Типа у них есть керри уже. Вряд ли у них будет эмбер. Возьмем лансера. А эти такие? Ну, на самом деле, я бы нашим мальчикам порекомендовал, конечно, в сложную выдвинуться. Гирокоптер прямо именно втроем. В тройной коридором. Да, ВУПЛ. Не, ну ты че? Ну, Андайн Гирокоптер. Ладно, Замбак говорит. Андайн Гирокоптер и Кристал Мейдер. Или Хаус. Мы не ошиблись. Они подготовились. Они знали. Слушайте. Все, это Хускар, который идет с Оляндрова против Дарксира на легкую. И тройной коридор. Уезжает в Магадан. С той линией, по-моему. Не, не. Там все ровно. Ну, ладно, хорошо. Ну, раз ровно. Там ровняк. Все. Ровнюха. Ровнюха, да. Поэтому... Ну, а как иначе, ты думаешь, они хотят скатать в этот Датанк? Я не уверен, что я подозреваю, что вообще происходит. Ну, LGD сами себя поставили в неловкое положение. Они забанили Operation. Сами себе. И вот на этом их подловили. Тут сразу, сразу, да. Хускар, Андайн. Они только ждали этого бана. Сейчас они забанят аппарейши, но мы как бахнем. All in. Кого еще? И алхимика сверху с аппортом. Ну... Ну, такой себе идея, конечно. Геррокоптер с алхимиком. Суппорты. Масс-ракеты. Бочки. Взрывы. Тучки. Undying Solomit. Undying на харду пойдет. С тусиком, само собой. Все. С тусиком, а не тусиком. С тусиком? Ну, это одно и то же. А, ну, это синонимы. Это украинский тусик просто. Хтусик. Ну, Undying. Хтусик в хард геррокоптер, плюс нормальный пацан на легкой коридоре. Любой нормальный пацан. Так нормальный пацан в бане уже. Какой из нормальных пацанов-то? Единственно верный. Ладно. Аппарат? Аппарат? Так он вообще не пацан. Он непонятно что. Как, по-твоему, два нормальных пацана в бусике и аппаратусик пойдут против Дарксива? Я ничего не беру вообще даже. Ладно, вообще тут изи ПТС. Сейчас мы посмотрим, как они отставят линии. Наш аналитический склад ума. Угу. Предполагает, что... Егуманитарный. Совершенно. Они пойдут. Ну, темпларка пойдет, скорее всего, в мидл. Да нет, ты абсолютно прав. Undying Huscarv сложная. Это нормальная линия, она очень напряжная. Ты трешуля. Нет, нет. Сейчас увидишь, как она работает. Ты, по-моему, в доту последний раз играл. Аналитик. Вчера. Да? Где ты смог поиграть? У Артура. Блин, кайф. Смотри, Спиритбрейкер Шала с пиков заезжает. А теперь сам Бог велел? Да. Согласен. Кого? Неправда велел. Хесус, как имя у... Ну, какой-то вид доктора нужен. Хочу что-то... Ногсшибать. Хочешь что-нибудь совершенно шоксшибательное? Да. Техис подойдет? Нет, он слаб. И будет Huscarv... Ну вот Рубик. Нееее. Рубик. Вот и доктор бы. Не, ну они скинут. Наверное, это... Ну что же, начинается... Вторая, возможно, последняя карта сегодняшнего игрового дня. Unknown против LGD. Вторая карта начинается прямо сейчас. И снова мы с вами. Мэл Шторм Версута. Вторая, может быть, последняя игра между LGD и Unknown. Ну, судя по первой, шансов у Unknown было действительно не так много. С другой стороны, они очень сильно ошиблись вот на стадии лайнинга. И будь у них лайнинг получше, шансы были. Во всяком случае, нет у них какого-то мандража. Ну, проигрывают, да, но... Да, по их лицам вообще не скажешь, что эти ребята... Волнуются, как-то переживают. Волнуются, там улыбаются, веселятся, играют по фанчику. В общем, такой настрой, он более чем хороший. Если даже в этом турнире уже, грубо говоря, для них наступил конец... То, как минимум, у них есть будущее. Это радует. Но, опять же, еще пока сбрасывать их со щитов более чем рано. Пик достаточно нестандартный, неприятный для LGD. Учитывая, что они взяли SF-чека с ланцером, которые достаточно уязвимые, тут у ребят из Аноун достаточно много АОЕ, очень сильный ДПС физически. И, в принципе, есть чем контрить вот этого PL-а, да? Вот тот самый гирокоптер, который хороший. Ну, это тот самый разрыватель вообще фаворитов Huskar. На котором, кстати говоря, играет Атун. Акель у нас играет на Зомби. Сдок на Рубике. Катаро играет на Тембларке. Ну, и Гриде на гирокоптере. У LGD Ротикей будет играть Дарксиром. На SF-е поиграет Мэйби Даззл в исполнении DDC. Спиритбрейкер ММА и Сайлор Фантом Ланцер. Ну, взяли Спиритбрейкера на Ласпике. Я так понимаю, против Huskara во многом. Потому что все-таки Хусик... Да, тут, ну, в общем, вы наблюдаете за стандартной игрой от команды Unknown. Выкладыванием шмоток в большом количестве. Хусик страдает немножко от бара, потому что много контроля у этого героя. Там, разбег, есть баши, есть ульт. И, как правило, тяжеловато играть с каким-то армалетом, если он его соберет. А, скорее всего, он его соберет. Ну, и Last Week Рубика, в свою очередь, есть что воровать. Но... Хусику в большинстве случаев пофиг на Спиритбрейкера, потому что у Спиритбрейкера весь этот башущий дэмэдж, он магический. Да, я имел в виду, что он просто его встанет, а кто-нибудь добивает. Да, ну, стартует у нас игра. Тут рисуют всякие разные штуки. Штуки-дарюки. Да, ну, и как прогнозировали, Undyne вместе с Huskara идут в харду. Это достаточно противная линия. Dazzle бежит на топ. Здесь будет также Phantom Lancer. Ну, в общем, им будет больновато. На месте Maybe я бы сейчас немножко побарабанил. Ты нормально. Да не, ну... Maybe не такой. Maybe не такой. Maybe вообще пофиг на все. Тебе не должен вообще никто разводить на какие-либо эмоции. Вот. Если тебя там как-то развели, значит, ты проиграл. Да, Maybe, напомню, что очень молодой игрок. Помню, всего 19 лет ему, но уже имеет длительный контракт с сильной организацией, если не сильнейшей организацией Гитая. И... Ну, пока что результаты конкретно у этой команды не очень хорошие, но мы знаем, что в Dota все меняется буквально там за год, за полугодие очень сильно. И даже у этого состава может быть неплохой прогресс. И даже у этого состава? Ну, в том плане, что все-таки вот чего-то здесь не хватает, на мой взгляд, LGD, и все-таки рано или поздно они сменят состав. Хотя, безусловно, костяк, он очень сильный. И, в частности, вот эта опора, основа в виде Maybe, ну, ее никуда менять не нужно. Ну, да, MyB очень хорош. Это, как бы, факт. В это время Хусик на топе пока спокойно себе ухитит. Ну, смотри, сделали такой вывод хороший. Мало того, что помогают сейчас темпларочки против SF, помогает ей Рубик, но он смещается немного на топ. Здесь уже зомби, который гоняет Дазла, и Хуск фармит. В этот раз решили сагрессировать. Так, ну, вот есть разгон. Достаточно интересная ситуация. Подхил от Дазла тоже имеется. По иллюзиям проходит подхил очень неплохо. Попыточка забрать Анданга, и не юзает. Он ДиКей на развороте, погибает. Пускар ничем не помог. Вот такое начало. Нужно аккуратнее играть. Ты, безусловно, приходишь в карду для того, чтобы помешать фармить сопернику и дать возможности Хуску. Но фит это все немножко так. Забрасывают спиритбрейкера, но у него скоро будет разгон, и он отсюда убежит. Да, для него это не проблема. Он даже может подождать для какого-то продуктивного разгона. Так, я тут слышу, ракеты просто разрываются. Но прожимает он, только все равно толку нет. ШХП слишком мало, и давить за против Киев смысла нет никого. А тем временем у нас Хусика на топе забирают. Вот, кстати, я хотел про эту комбинацию сказать. О том, что просто идет разгон. Фантом Ланцер кидает копье и сам подходит, начинает бить. Под это все проходит хил. СФа в миде забирают. СФ в миде треснули. Да, хороший выход от Рубика на этот раз. Вообще, да, хил физически Даззла, он великолепно заходит против Киев. И комбинация Фантом Ланцер, ну и вообще любой иллюзионист плюс Даззл, она всегда работала здорово. Вот именно за счет того, что можно сразу несколько целей подхилить. Ну что, у нас 1-2 в пользу LGD. По-прежнему начало относительно равное. Но по гриппстатам немножко ведут у нас unknown в этот раз. И стаки делает у нас Рубик. На иншентах. Да, очень-очень приятные стаки для темпларки. Все мы знаем, как этот герой может набирать обороты. Так, а там я вижу где-то разгон. Но только на кого? На СФ этот разгон. А не, не на СФ. Этот разгон на товарища Рубика. Рубика почти забрали. Баш один раз пропирает. Второй раз пропрет Ли. Должен, по идее, догнать. Но здесь небольшой... Катара подблочил. Небольшой ботиблок, да. Очень хорошо подблочил. Не получается второй раз забрать СФ. Но, Зиток, беги на Рожана. Отдавайся, дружище. Нет. Не успевает он этого сделать. И в итоге его все-таки эта коровка космическая это и добивает. Да, Спиритбрекер пока что очень неплохо отрабатывает. Ротикея слишком много дают. У него уже четвертый левел, почти пятый. Кирокоптер, конечно, не сильно проседает. У него вроде 21 крипт, топовый крипстат на карте. Но и Ротикея доволен происходящим. А это Дарксир. Мне нравится то, что скачал ракетку против Дарксира. Может неплохо помочь. Но ты ставишь ракетку, он вынужден уже отбегать. Если он не отбегает, то ты можешь просто начинать его бить. Да, Рокетбаррежами можно разорвать. Подстан разорвать. Я даже видел, как у нас там ФАТ, по-моему, или кто-то максил эту ракету. Вот на такой как раз линии работает здорово. Потому что Дарксир никак ее не собьет своими руками. И у него два выбора. Либо ты подходишь вплотную, либо убегаешь далеко. Но если убегаешь далеко, то дэмэджи там... Получаешь много. Прилично. Подходишь вплотную, скорее всего, вообще умираешь. Да, варианты такие себе. Снизу в итоге нападение на товарища Гриди. Рокетбаррежа подрубает, бежит, дамажит, но бить не получается. Ну вот тут достаточно интересный ганг, потому что Дарксиру желательно было бы подождать, пока Сулринг откатит, повесить два Айаншелла и потом нападать. Это 100% был бы фраг. Тем временем на топе. Попытка забрать Хускара, ничего не вышло. Тут можно было бы подбайтить еще чуть-чуть и в итоге забрать вообще этого Лансера. Он был без Доппельгангера. Забрали бы спокойно, абсолютно. Ну, разгон гирокоптера очередной. Айаншелл нужно бы повесить на спиритбрейкера. Есть телепорт, Айаншелл сжет, Айаншелл сжет. Тычечку последнюю сделать не удается. И в итоге подстанил Рубикс. Телекинез очень вовремя подключился. Ротикей слишком толстый съедает. Тангус фейтбол. Последняя тычка и посмотри-ка выживает этот паразит. Чудо щитка. Разгон удается сделать за счет варда. И должен добивать. Просто в спину. Протаранил. Слушай, какой жесткий ММА. Он поставил вард прямо на линию для того, чтобы получить вижен на разгон. Это очень четко. И ММА уходит отсюда, как ни в чем не бывало. Уже четвертый левел себе апнул. Доволен. Немножко, конечно, стоят варды теперь у них однотипно. Но окупился, во-первых. Во-вторых, все равно вижен дает. Стата подъехала. Хуй. Хускара против патчи. Против Дарксира 73%. Против Даззла 63%, там 74%. Ну видишь, против спиритбрейкера как раз таки видимо из-за вот этой способности его фиксировать. Фиксировать? Фиксировать, да. Даззл забирает баунтируну, делает телепорт домой. Ну и Катара ничего не остается как отпустить этого Даззла. А тем временем сверху бёрнинг 30 крипов. Но прогоняют его. Вообще Хускар неплохо формирует. Кстати, после Доппельгангера горит по-прежнему Фантом Лансер. То есть можно настоящего увидеть, если ты его успел ударить хотя бы разочек. Да, сегодня мы уже видели, какие фишки можно использовать для того, чтобы детектить этого самого Лансера. Ну и если огненные стрелы не сбиваются Доппельгангером, то это вообще один из немногих спылов, который не сбивается. Так Доппельгангер сбрасывает очень много спылов. Именно так. Ну немножко подуспокоился. Разгон вату, да. Спиритбрейкер бежит. Имеет он четвертый левел, второй баш. Есть урна, урба в Веном, но здесь, конечно, вряд ли будет атаковать. Отменяет разгон. Вот пока спиритбрейкера не видно на карте, немного страшно. И тот самый выход от гирокоптера, который мы видим... Уже из игры в игру, со смоками, при шестом левеле сразу куда-то гангировать. Вот чего ждет. Столько всего китайского в современной доте. Вот этот выход гирокоптера чаще всего использовали и начали использовать там клопы на легкой. Но не доходит ни докуда. Пока что. И вообще не дойдут. Немножко необычно. Ну вот такая вот также статистика у нас. Ну и что? Игридина агирыча. Так, делает себе стики. Возможно, сделает какую-то аквилу еще. Закупается пока что. Две серклетки веточка. Никуда он не смог выйти. Идет на эншентов. Здесь забанены стаки. Обсервер вардом. Будут контролировать. Сверху, тем временем, могут зацепить зомби. Зомби цепляют. Уск. Стоит тамба. Вив как жестко проходит. В итоге тамба становится приятным бонусом. 100 голды. Лансер слишком хорош против тамбы. Со своими клонами. Угу. И темпларочка минусует у нас Shadowfenda на миде. Ого. Мэйби. Мэйби. Нафидонил. Катара. Ах, крифракшем прожимает. Но здесь Ситурна. И это без вариантов, что и крипасики помогли. Как же много забирает ММА сейчас за счет вот этого, вот этих своих разгонов. Уже почти шестой левел имеет, учитывая, что нигде не фармил. Три килла, три ассиста. Поучаствовал в шести фрагах из шести. Да, реализация Спиритбрейкера великолепная на все триста процентов. Сейчас немножко подхилят его еще с бутыля. Ммм, приятненько. Так, находят Дарксира. Дарксир. Есть Surge. Использует Surge. Бежит. Нечем его подцепить. Куда у нас ушел гирокоптер? Гирокоптер ушел куда-то в мид. Нет у него места для фарма. Забирает кусик нижнюю линию себе. Нужно ему шестой обязательно. Нужный армлет по-хорошему. Потому что уже девятая минута, а здесь не пахнет даже армлетом. Обычно все-таки у Хускаров пораньше появляется. Но обычно и они на легкой формят. Рубику также отдают мид. Темпларк, тем временем, зачищает эншентов с третьими пси-блейдами, с рефракшеном четвертого левела. Получается хорошо у нее все. Да. Пока вот молда даже на единичку не имеет. Ну я бы сказал, что это чуть ли не стандарт. Сейчас вот как раз таки для таких вот стаков. Правда нужно аккуратнее сейчас играть. Рефракшен. Да, стаки почти зачищены. Икспы получена уйма. Осталось умереть от драконов. И миссия будет выполнена. Ну вот тут все под контролем. Ну и немножко прижимаются к своей базе. Прижимаются к нижней линии. Верхнюю линию вообще никто не фармит. Там оставили Пэлла на фрифарме. Ну и взял себе девятый левел Катара. Мэйби немножко подфидил. Две смерти у него. Выходит Рубик. Это очень похоже на третью смерть. Но Темпларка слишком битая. Темпларка слишком битая. Бежит Спирит Брейкер. В смоках. По Дайан Шеллом. Который моментально собьет рефракшен. В случае удачной атаки. Решил не бежать. Там Рубик. Хотя на самом деле мог бы пойти. Потому что Рубик телекина забыл в КД. Заходит, знаешь. Он бы мог на морозе убить эту Темпларку. И потом просто умереть. Если что. Ну у него стрик. Давать не хочется. Все таки. Ну вообще да. Вот это легкий минус. Спирит Брейкера. Такого саппорта. Который набил себе фрагов. Лучше это было бы 6 ассистов. Наверное. Потому что в таком случае. Не было бы стрика. С другой стороны. Денег у него столько бы не было. А выходит потихоньку в ПТ. Хотя возможно это ими Дасик. Посмотрим. Кто думает ММА. Вся активность исходит от него. Поэтому наверное. Сосредоточимся на этой корове. Сверху падает. Собирают. Собирают себе цель. На кого бы разогнаться. Пока вот есть Рубик в топе. На которого можно было бы в теории. Побежать. Но нет. И Бёрнинг с Аквилой. ПТ ломает товара. Медленно конечно. Но. Это только начало. У него еще 1200 на кармане. Покупается этот топорик. И штука расстается. Можно уже выходить в какую-то Яшу. Диффуза. Или может быть барабаны. Но скорее всего это уже какие-нибудь либо Яшу. Либо Диффуза. Что-то у Хускара легкие проблемы с ХП. Хилку он почему-то не хочет юзать на себя. Хотя когда у тебя мало ХП она очень здорово лечит по-моему. Ну может быть он просто хочет быстрее бить. Поэтому и не юзает Хилку. А у него Армлет готов. Да. Сносит вышку снизу в итоге АРОТК в соло. Никто ему не мешает. Вообще перуанцы честно говоря как-то слишком много времени сейчас потеряли. Не сделав ничего. Ну вот хотя бы выходят на мид снесут этот тавер. Это уже что-то. Да. Пик у них поинтереснее и посильнее. Все-таки Хускар. Все-таки Гирокоптер. Да. Хускар как мы видим приходит также в мид. Ну и просто пошли в пятером пушить. Все что сейчас нужно делать LGT это тянуть время и формить ключевые арты. Так и есть. Но опять же здесь три корр персонажа достаточно сильных. По товарам бьют все? Все бьют по товарам очень неплохо. Правда у Гирокоптера пока все так себе по айтемам. Но по Нетворсу темпларка первая. Потом идут три персонажа LGT это PL, SF, Darkseer. Потом только Гирокоптер с тремя с половиной. Там 3600 и 3500 Хусик. Для Хусика в принципе Армлет на такой минуте это вполне хороший шмот. Очень хороший. Напомню что после групповой стадии Хускар несмотря на то что вроде как его стрелы не работают и вообще с пылы против товаров. Разве что пассивка позволяет бить больнее. Стал топ один дэмэдж дилером по товарам нанеся 9900 там с лишним урона в одной из игр. И это все благодаря Минеске конечно у которых он был единственным дэмэдж дилером. Но это я больше к тому что на такой стадии игры у него очень много урона. Может ломать товара быстро. Ну всяко быстрее чем вот эти два фиолетовых парня. Один с короткими руками другой с руками подлиннее но с очень низким дэмэджем. Ну вот лансер да лансер здесь конечно хорош. И ломают одновременно две стороны LGD используя как раз таки свои возможности сплит пуша. И оно нужно перетягиваться нельзя давать ломать две вышки. Вообще лучше за дефити ту и ту каким-то образом. Но как мы видим вышку в миде не получается. Хотя вот идет сюда Андайм. Есть тп. Так еще одно тп. Еще одно тп. Они прикалываются. Два телепорта элементарно отменили. И третий телепорт уже отменили. Да. Это конечно уже на самом деле такая себе смешнявочка. Вот это развод. Такая себе смешнявочка. В свое время в Варкрафте была такая фишка. Можно было делать персональный телепорт героям. И как бы его отменять. Обычный телепорт там отменять нельзя было. И так разводили. Но здесь-то как бы да такой себе развод. Просто теряют вышку в миде. Теряют кучу времени на перетяжки с верхней линии в мид. Им в этот момент ломают нижнюю линию вовсю. Ну и Мэйби доволен. Мэйби очень доволен. С Макевичи. С Макевичи. Ну это тот самый. Тот самый огромный парень с эгидой. Ой-ой-ой. Дабл демаж. Как удачно Баунтируна внезапно превратилась в ДД. Да. Делайте ваши ставки. Как быстро заберут. Ну да. В итоге за 5 секунд. Совершенно без проблем конечно же забирают. Тот еще Даззл может стать бонусом если Телекинез. Стреляют его. Сразу вешает на себя Грейв. Ну шанс был огненными стрелами настрелять было бы неплохо. Потому что огненные стрелы в большом количестве они прожигают даже на фонтане. Но двух явно не хватило. В итоге Даззл умирает. Как мы видим кроме Телекинеза контроля нету. Вообще. Ну ракетка. Но она летит очень долго. Да. Довольно интересно получается. Как без контроля побеждать. Тем временем. Дарксира цепляют. У него есть Сурдж. Есть Вив сворованный. Сурдж 4 секунды. 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Но кстати могут пробить. Да. По моему. Успевает это сделать. Темпларка с Мэлда. С Дизолем. Выписало достаточно много. Ну вообще. Очень не кстати подфидил сейчас АРОТК. Потому что. Дэмэдж это по ТВРам. С Дизолятором будет масса. Сурдж кидают на Катара. Грейв есть. Успевает. Господи. Как много урона. Ну то же самое было в прошлой игре. У Мэйби. Дизолятор дает тебе слишком много. Даззл дает Вив по врагам. Есть Сурдж. Но драться здесь никто не будет. Просто предпочитают фармить сплитить. Сейчас каждый подфид он очень критичен. Потому что враг забирает ТВРа быстро. Он нацелился на то чтобы снести тебе как можно больше. У тебя пока что ключевых артефактов нету. Немножко рискуют LGD. На 3000 они при этом ведут. Потому что герои, которые фармят в разных местах, они фармят быстрее, чем парни, которые бегают с пятером. Так устроена дотка. Особенно если ничего не делать и вот так вот тусоваться около вышки, глядя на нее долгое время. У Хускар все равно тоже набирает свою массу. У него еще и Доминатор появился. Достаточно стабильно он себе приобретает шмоточки. Также очень хорошие шмоточки у Темпларочки. Поэтому пока все вполне нормально. Вив с Кословой. LGD немного впереди. Ловушки разбивает. Ротикея уходит. Минус вышка. Никто здесь не попытался ее динаить. Но в этот момент уже Мэйби практически дошел до Тавара на центральной линии и начинает его сносить. Снесет достаточно быстро, если ему не помешать. Сверху фармит Фантом Лансер. У него 2000 почти готова манта. Я думаю, скорее он Диффуза сделает. Может быть и Диффуза. Манту это тоже будет неплохо. Я надеюсь, что все-таки это Диффуза. Потому что тогда его копии станут опасными. А пока такое себе. Хускар там ультует в крипов. Ну, почему бы и нет. Да, гирокоптер у нас выходит. Такой слабенький гирокоптер получается. Спинтворс у него меньше, чем у Скара. Гораздо меньше, чем у Темплар Ассасин. Да, это основная будет проблема. Потому что гирокоптер будет у нас такой... Ну, грубо говоря, это некий... Не знаю... Хардлейнер что ли, который имеет не супер много шмоток. То есть это не Кор персонаж. Точнее не Кири персонаж. С такими шмоточками это совсем все плохо. Конечно, ему надо хоть какой-то демаж. Я бы даже на его месте... Если БКБ, конечно, не купишь. Тебе вообще там развалят за секунду. Там слишком много урона. Непонятно, как вот в демаж выходить. Ну, что-то придумает, я надеюсь. Блинк берет себе Темплар Ассасин. Ну, с другой стороны, демажа хватает. Темпларка вон там разваливает кабины. Только в путь. На миде зацепили Shadowfin, да. Но ничего с ним не получилось сделать. Просто напугали немножечко. Может быть, пытались развести на БКБ, которого нету. Не знаю. Ну, просто так вот перуанцы не спеша кого-то пытаются зацепить. Выходят в пуш. Всяко лучше получается, чем пару минут назад. Если они сейчас снесут этот тавр. Ну, нужно сносить. Потому что лансер вам уже ломает. Тир-2. И сломает. И цеплять его нечем здесь вообще. Да, такого лансера, конечно. Я думаю, что какой-нибудь там блин клинка. И он просто может бегать с неуязвимым. Да, тут Курьер в магаз полетел. Судя по всему, все-таки манту будут делать. Диффуз появляется у лансера. А, Диффуз все-таки сделал. Тогда Курьер не за ультимейтер. Он передумал по ходу. По дороге передумал и все деньги купил себе. Ну, а Курьер точно летел в секрет-шоп. То есть, может быть, он изначально хотел манту. А уже потом все же передумал. Ну, увидел, что соперник немножечко заходит на Тир-3. И, возможно, придется драться прямо здесь. Есть ультимейт у Дазла. Заходит одна темпларка. Ей бы Аегис, конечно. А, Аегис-то есть. Но Аегис скоро выпадает, я так понимаю. Нужно реализовывать как можно быстрее. Вот они, те самые Диффуза. Закинули в темпларку буквально одно копье. Привилась туча клонов. И все. Манной как не было. Бара побежал. АСФ. План перехват. Ну, она с Аегисом. Может быть, там какой-то тайминг есть на этот Аегис. Что, выпадет? Бежит, бежит. Ты ж посмотри на этого демонюка. Ставится тамба. Развели. Развели на тамбой. Есть замедло. Надо драться. Зомбарь тоже замедляет. Копье заехало. Ультгирокоптера наверх в СФ. АСФ оказался в какой-то совершенно неудачной позиции. Падает. Шадоуфинт. Оротикей. Без маны. Дают ему грейв. Но слишком много на нем огненных стрел не выживет. Оротикей. Так и есть. Погибает. Очень много иллюзий. Нужно с ними разбираться. Какая ошибка от Шадоуфинта? Что он там кастовал? Даблкил сделал Герокоптер. Это вот как раз таки то, чего ему очень сильно не хватало. Он сейчас довольно жестко забустился по золоту. Сразу покупается Огр Клаб и у него еще 1400 на кармане. То есть это ближайшее время будет БКБ. Вот так вот. То есть без Сен-Джинь Яша обойдется? Ну, я надеюсь, что да. Потому что ему Сен-Джинь Яша ничего не даст. В этой игре уже не нужно Сен-Джинь Яшу покупать. Сен-Джинь Яша хорошо, когда ты ее покупаешь на ранней стадии. И если брать все барабаны, аквилу, стики, фейзы и еще и Сашу Яшу, то это небольшой перебор получается. Хусик нападает на Дадзла, Дадзла отхиливается, там Грейф на всякие вешает и выживает. Так вот, то есть ему сейчас надо конечно же выходить в БКБ, ну как по мне. И после БКБ сразу делать какие-то демоджайтомы, типа там МКБ. Ну, то есть разогнаться здесь уже не получится, нужно сразу ехать. Ну и в принципе тиммейты его поддерживают. Доминатор, Армлет, Хускар неплохо танкует. Темпларка с вот такими артефактами, еще с ДД в бутылке. Ей тоже БКБ нужно и все будет хорошо. Отыграли все отставание, теперь у Unknown все неплохо. Любая ошибка серьезная от LGD и это может быть минус сторона с таким демоджем, с такими героями. Дарксир, находит его. Ой-ой-ой, как же больно! Блинк есть? Да, блинк есть. Ждет удобного момента, чтобы прыгнуть. Прыгают, как же хорошо! Катаро, как он прочитал этого старичка! Фантастика. Просто великолепен. Да, ну и с дабл дэмэджем. А Ротикей в итоге в очередной раз умирает 1000 экспы, теряет золото, дает немножко темпларке. Да, кстати, у Ротикей три смерти и в принципе у него нету арканцов даже, у него соул ринг. До грейзов очень далеко. Легкий расслабончик, так скажем, появился от команды LGD. Если посмотреть на графики, то зря они расслабляются, потому что уже 1000 голды преимущество и там где-то 500 по XP, а разница-то была в сторону LGD. То есть камбэк произошел достаточно плотненький. Так, ну здесь нормально будет жить, еще Ротики там... Даже здесь стенка чья есть? Стенка Рубика. Стенка Рубиковская, да. Да, ну так просто вот его напугали, развели на все вообще, что только было, вынудили отступить, теперь аккуратно ломают. Бёрни, конечно, пытается откидываться, но просто концентрирует свой фокус на Тауэре, концентрирует свой огонь на Тауэре и забирают его. Остается одна вышка всего лишь на топе и очень хороший выход в очередной раз. Мэйби до Блэк Кингбара еще ему порядка... ну чуть меньше 2000. Да, он уже практически доделал, учитывая, что это SF, который фармит достаточно быстро, ему главное задаться целью. Вот, что касается Гирокоптера, там тоже, в принципе, почти БКБ, осталось буквально рецепт. Да и Темпларка тоже. И Темпларка тоже, да, и Темпларка тоже. Сейчас Стаки как раз зафармит, руны, к сожалению, нету, но дэмэджа очень много, ей бы немножко подхилиться. Хускар собирает себе, насколько я понимаю, дизарм в данной ситуации, пока что против Лансера, если получится найти настоящего, будет работать. Я вот, к сожалению, не могу сказать, работает ли он на Доппельгангер, ну то есть скидывается или нет. Манты и точно нет. Ну, да, я тоже не совсем как бы в курсе... Ну, в любом случае, миссы, они актуальны. Ну, миссы, да, потому что у тебя будут еще иллюзии постоянно долбасить, и они будут промахиваться, это тоже будет достаточно приятно, поэтому вполне-вполне хороший. А вот Мэйби сделает то, скорее всего, чего мы не видели практически против Хускара, и я, честно говоря, не знаю почему. Он разбирает Сэнжиньяшу в манту, и из Сэнжа он сделает Сильверейдж, чтобы отключать пассивку. Ну, еще пока не факт, что он сделает Сильверейдж. Но я думаю, что это хороший вариант, все-таки магии здесь не так много. Это, судя по всему, доджит ульт Хусика, который ему в спину прыгает, просто нажимаешь манты в этот момент, когда он уже до тебя долетает, и ульта тебе ничего не дамажит. Так, опасный момент, выход в Смоках. Ну, может быть, и будет, конечно, Сильверейдж. LGD, LGD идут. Падает вышка Phantom Lancer, никто на него не нападает. Плюс с этими иллюзиями можно убивать Тамбу, что тоже очень приятно. О, видят, кажется, видят сейчас. Spirit Breaker пошел на Templar, Templar'очка, нету ничего. СМ раскастовывается. Да, чисто для того, чтобы понизить дэмаж, и замедлить своего оппонента, Рубик в ответ раскастовывает этот ультимейт. Но пока этот Рубик сидит в таверне, Катара под жестким фокусом также отправляется к своему тиммейту. Гирокоптер сдалека пытается расстреливать, но пока ничегошеньки не выходит у ребят из-за Ноун. И сайт, тиммейт перед смертью обузит Армлетт. Понятное дело, что его гибель неминуема. Мэби оформляет даблкилл, и файт выигрывает без шансов LGD. Да, Shadowfiend нанес очень много урона. Ну, очень много. 3000 урона SF нанес, и 2400 нанес Lancer. Вот так. Хорошо, драку провели сейчас LGD. В общем-то, зацепили Templar, у которой еще не было Black King Bara, и не будет Black King Bara. Удивительный выбор артефактов. А, гиперстоун. Ну, то есть агрессия. Ну, это плохо, потому что там ульта Сефа. Ой, как же разбивает лицо сейчас спиридбрейкер ракетка. С блэдмейлами, с блэдмейлами. Урну успеет повесить? Не успевает повесить урну, в итоге улетел все-таки гирокоптер. Ну, это не важно, снизу линия падает. Снизу линия падает. Гирокоптер выжил, окей, это хорошо, но когда у тебя падает лайн, не заберутся. Но в любом случае, конечно, заработали очень много золота сейчас игроки LGD, и дерутся они в очередной раз лучше. В этом главная, наверное, их сила, в том, что они просто драки проводят слишком круто. Это очень плохой выбор. Вот темпларка сейчас очень глупо поступила. Во-первых, ульта Сефа подрезает ей половину дэмэджа, замедляет. То есть ты уже до своего противника, даже учитывая, что есть даггер, вряд ли добежишь. Спиридбрейкер, который даже если не на тебя делает разгон, а там просто пробегает мимо, дизейблет неимоверно. Плюс ко всему есть вот этот вот ПЛ, сжигающий ману, а под БКБ тебе ману не сжечь, там, пуржи, не пуржи. И Дарксир, да, кучу грязи делающий, он тебе тоже Айаншеллом сбивает и твой щит. И при этом Айаншелл висит еще на двух в основном персонажах и т.д. и т.п. Короче, у LGD столько всего, БКБ просто тупо вот, ну, must have. Во всех играх темпларки практически всегда покупают БКБ, не просто так. Я не знаю, сколько раз собирали темпларки именно Муншард, но я был уверен сначала, что это Кираса, но Муншард. Да, у нее не такая большая скорость атаки, но, в принципе, ей не нужно. У нее заточено на несколько сильных тычек в этот момент. Врезается Спиридбрейкер в Кускара, застревает в крипах. Не расхистовал пока Спиридбрейкер свой ультимейт, прыгает Рубик. Так, Хустик, Хустик наваливает, наваливает в спину. Грейв не успевает никуда убежать. Хускар должен здесь тоже получать пощамбу. Умираешь, конечно же, Спиридбрейкер. Хускар пока живет, в спину заходит. Ну, вот, вот, просто вся мана сгорает. Половина маны буквально осталась. Вакуум стенка, такая себе стеночка на самом деле. Ротикея отсюда убегает. Прожимается манта от СФ, пытается выживать. И темпларк... А, слушай, а куда делся? АПЛа-то убили в итоге. АПЛ, да, делся в таверну. Ухотелся, боже мой. Но один против пятерых не очень получилось у Бёрнинга драться. Тимофей, как-то да, его совсем бросили. Ротикеей. Совсем не поддержались. Чуть не умер. Ротикеей. Ну, скорее он очень жестко ворвался, да, там стояла эта стенка, не давала подойти. Да и я думаю, что если бы начали подходить LG Диане, могли там все остаться. В итоге заход на Рошана. Забирают Рошана слишком быстро. На тебе, блинку. Ладно, он на себя не вешает этот хилл, но повесь хотя бы на своего тиммейта Катаро. Пусть тот похилится. Ну, в общем, вот он еще один небольшой камбэк. У нас такие повороты-развороты. Если посмотреть на графике, то они елозят вверх-вниз, вверх-вниз. Жестких каких-то отклонений нет ни в одну сторону. То есть там просто есть легкое преимущество то у одних, то у других. А вот какой-то тотальной доминации, как это было в первой карте, не имеется. Потому что unknown играет настолько, ну, как бы неадекватно для стандартного видения доты, что просто пипец. За все время 76,2 винрейта 21 раз собирали. Но, опять же, скорее всего... Скорее всего, это был не второй айтем, как минимум. Это лейт, в котором его просто собирают, чтобы съесть. Потому что он слот не занимает. Но вот так вот просто покупать, чтобы моншард лично, я вижу впервые. Но в любом случае, пока борются и на месте LGD расслабляться-то не стоит. У врага такой пик, что он может тебе просто за одну драку снести все. Слишком много дэмэджа. Очень опасный пик. Одно дело, когда там какие-то толстые персонажи, которым нужно что-то там наносить. Ну, допустим, один гирокоптер тот же. Все-таки это парень, которому нужно раскастоваться, весь свой флэг расстрелять. Здесь темпларка. Она делает одну тычку, и у тебя падает саппорт. Вторую, и у тебя падает вторую. Ну, учитывая сейчас, какой у нее атак спид, она делает первую тычку, и за ней почти сразу вылетает вторая. Да. С таким атак спидом. Имбара пошел. Пускай Имбару, работяги. Ну, тут как бы Егис, и, я не знаю, наверное, вряд ли он побежит, да, так и есть. Он отменился ему с собой. Не знаю вообще, чего он хотел изначально. Что-то планы такие были. Может быть, чисто посмотреть, куда бежит. Ну, просто так, да, дал вижен, побежал, отменил. Он всю игру так делает. Опускает сам себя. Ну, это типичный воротрум. Что ему еще делать, кроме как врезаться? Возможно, смог будет разбивать. Возможно, и нет. Смотрим. Смоки есть у вас? Пока задумались. Но собрались вместе, судя по всему, не просто, так? И не на ворде. И видели LGD, что собрались вместе, могут сейчас выйти. Вообще не та цель DDC, за которую нужно выйти. Ну, вот им пофиг. Ну, вот они ищут, ищут, ищут хоть кого-то. В итоге, походу, только одного даззла. Сбрасывать атомную бомбу будут на этого даззла. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, в общем-то, все то же самое можно было сделать и без смоука. Ну, вот это, мне кажется, специальный фит, на самом деле. Ну, да, это очень жестко. Ты отдаешь саппорта пятой позиции, у тебя два кора толкают линию. Враг пробежал, посмотрел, в смоках ничего не нашел. А вот это уже другой вопрос. Ни в коем случае нельзя вот так вот пытаться сплитать. Да ты что? Они на базе боятся принимать бой. Ого! Ты посмотри, есть глиф. Здесь тоже есть глиф. Темпларка, слишком жесткий ДП. Вакуум, стенка, ротике тянет время. Ротике тянет время по максимуму. Ну, вот иллюзии закончились практически. База падает. Здесь тоже база падает. Сломали в милишный барак. Мили на мили. Стоит Тамба. Врываются под Тамбу. Есть Аегис. Не будем забывать о Темпларке. Пытаются ломать Тамбу Shadow Fiend. Все ушли абсолютно. Своровал Unshell. Раскаст. Все еще бьют Темпларку. Выбивают из нее Аегис. Минус Тамба. Ну, нужно убегать. Что я могу сказать? В итоге они гонят Ондаинга. Ондаинга практически убили. SF раскастовал свой ультимейт. Погибает Темпларка второй раз. Ондаинга тоже отправляет в Саверну. Хускар прыгает. Такой просто врыватель-суицидер. Погибает, конечно же. И для Мэйби это даблкилл. И, в общем-то, достаточно приятно получается. Потому что, помимо снесенного Лайна, они еще убивают своего оппонента. И это, в общем-то, плюс большой. Даззл покупает SolarCrest. И сейчас, в принципе, могут попытаться LGD пойти в пуш. На... А, нет, они даже попытаются забрать Рубика. У него есть Глимер Кейп, есть Даггер. Правда, Даггер в КД. Ну, Рубик должен здесь отступить. Вообще интересно, кому выгоднее в такой ситуации размен. Вот я смотрю на Бёрнинга. Он купил все-таки Блинк. Ну, абсолютно логичное... Ой, на Сайлора. Простите вы меня, пожалуйста. Он купил Блинк. Абсолютно логичное решение. Как его с этим Блинком ловить, непонятно. Очень тяжело. Ну, вот он уже спрыгает. Использует этот Блинк по максимуму. Падает барак по ботам линии. SF подтянулся. Еще 10 секунд без темпларки. Байбекаться, конечно же, не хочется. А деньги есть. Вообще, если продать Боттл, можно купить себе БКБ райткликом. Так, сломали барак. Нужно цеплять. Рубик цепляет ShadowFindai. Есть бабочку. SF использует манту. Летит ракета. Гирокоптер в БКБ расстреливает. Ракета очень близко к SF. Устанет его Грейп. Очень ранний Грейп. SF пытается отсюда убежать. Замедлили ММА. В спину прыгает. Мейпер разорвала на части, но не успевает он больше забрать никого. Пока два в один размен. Сайлар очень побитый. Сайлар. Если дадут телекинез. Если дадут телекинез. Есть телекинез. Подцепили его. Фейтболтом добивает. Посмотри на этого Рубика. Под ускорением, которое он своровал. Получается цепануть и сделать фраг. Ускорение еще имеется. Также имеется даггер. Не хотят отпускать DDC. DDC без телепорта. Грейп у него откатывает. Телекинез 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Ну все. Уже точно никуда не уйдет. Как бы он ни старался. К сожалению. Папа. Папа. И ВИФ. Я где-то это уже видел. ВИФ ворует Рубик после смерти Даззла и идет на базу. О мой бог. Передаем привет Ивану Антонову. Ну на самом деле этот ВИФ непонятно зачем. Знаешь вот по инерции. Перед смертью Адамка и АВИФ на врагов. Но теперь сейчас под ВИФом вам будут ломать базу. SF без байбека. Но через 10 секунд появится. За 10 секунд можно успеть сломать много. Убитые все конечно. Нужно захиливаться. Да. Урной захиливается. Выкладывает артефакты для того чтобы быстрее подхилиться на этот раз они уже для какого-то панчика. Сейчас будет размена. Получается снизу они сломали линию. Но и сейчас могут потерять. Вакуум. Стенки нет. Телекинез до стенки еще 18 секунд. Расстреливают Рубика из просто пушки по воробьям. Шмаляет. Но этот воробей оказался слишком шустрым. И улетел. Вот такой вот воробей. Да. И тем временем сломали все тазики по нижней линии крипы. Не очень это приятно. Потому что начнут падать tier 4 товара. На миде также вышки нету. Преимущество LGD в один барак сохраняется. Но мы смотрим на графики. На графиках все в нуле. Ровненько. Да нету стороны. Но играть можно. И теперь нужно МКБ. И МКБ почти готово у Templar. Кирычу надо еще МКБ. А у него 3600. Это очень хороший задаток. Надо продавать эти барабаны или аквилу. Ну аквилу наверное надо продавать. Варень просто без БКБ без печали играет на 35 минуте игры в игре в которой без БКБ ты просто должен был умирать. На нем должен быть фокус на самом деле у LGD. Именно в него должна разгоняться эта бешеная корова по Тайаншеллом врубать Блэдмейлы и уничтожать эту Templar. Кстати он почти в соло с ней справляется. Потому что она его не ударит. Тайаншелл жестко дпсит. Блэдмейл ты нажмешь. Если она ударит то она сама умрет. Вот так вот. А разгон ты даггером не задоджишь. Потому что на тебя просто все равно пробежит он. И по итогу тебе просто габелла. Там конечно есть тиммейты безусловно. Но и у Спиритбрейкера. То есть именно чисто во время замеса надо специально акцентировать свое внимание на Templar. Потому что там летящий дпс. Если за Templar взяться она погибает не нанеся ни единого урона практически. Хорошие варды стоят у LGD в очередной раз. Ну на этот раз хорошие варды стоят и у Unknown. И тоже все видят они. Абсолютно. Кстати у Shadow Finna тоже БКБ нет. Ну ему оно не сильно и надо. Там совсем другой пик. Ну а против чего там брать БКБ? Стрелы Хуско. Телекинез которому его цепляют. Стрелы Хуско он фокус. Ну вот Батерпляй. Стрелы Хуско уже половина в мимо уходит. У него манта есть. Он может всегда сбить себя фокус. Нет. Там нет героев против которых имеет смысл брать БКБ. Ну то есть можно было бы если бы у тебя был герой которому надо постоянно дамажить. Хотя даже так. Ну вообще там есть дизарм. Самое наверное неприятное для Shadow Finna. На такой стадии. И без БКБ он четыре с половиной секунды стоит. Но можно хорошо использовать. В это время ты кастуешь Рейзы. В это время ты кастуешь ульту. Там отошел на чуть-чуть еще там. Нет. Ну все равно. БКБшка дело такое. То есть гораздо больше импакта именно вот от такого билда. Я тут с Мэйби полностью согласен. Ему просто Сэнджу теперь пихнуть некуда. Он вроде как и Сашу Яшу делать не хочет. Ну и Сильвер Эйдж не стал. И Алибарду не хочется покупать. И Сильвер Эйдж не хочется. Потому что Сильвер Эйдж это такой себе шмот. Не совсем перспективный. Потом его продавать очень жалко. То есть тот же Сэндж можно продать. Да. Потом какой-нибудь Скади купить вместо него. Я думаю что Сэндж да. Он скорее всего продаст. Тут надолго не задержится. Отпушивает нижний лайн. БКБ появляется у Хускара. Вот он не брезгует этим артефактом. БКБ. Да. Ну потому что ему деваться то особо некуда. Он будет много всякого неприятного получать. Но с другой стороны можно было бы и не БКБ купить. А что-то там тоже на живучесть. Потому что опять же единственное против чего это против сжигания вот этой маны. Ну хотя там еще Блэдмейлы противные. Но опять же ты можешь его не бить. Никто тебя не заставляет. Бабочка появляется у Лансера. Но... Разгон на Рубика. Тиммейт еще пока далековато. Попытка за юзу тюльту не удается. Ой-ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Прыгает прям под телекинез. Но все равно дает вакуум. Ставит стенку. Такая себе вакуум стенка получилась. Летит кулдаун. Сэп держит фокус на Хускаре. Хускар пока живет. Но все-таки Хускара убили. Темпларка тоже в таверне. Но в ответ погибает Фантом Лансер. И Андайн тоже отправляется в таверну. Разгон на Геракоптера. Есть БКБ. 4200 голды. Ай-яй-яй. Как много денег на кармане. Но Геракоптер эти деньги не реализует. Прилетает Рубик на помощь. Рубика расстреливают. Есть суржи у этого. Байбек от Темплар Ассасин. Сэп раскастовывает ульт слишком рано. Грейв на ММА. Темпларка. Темпларка получает дизарм. Ульт Сэп соврал Рубик. Очень-очень важный момент. Если получится под Глиммеркейпом прыгнуть и раскастовать ульту, может получиться очень больно. Нужно догнать Дарксира. Дарксир с блинком уходит. Темпларка. Можно замедлять спиритбрейкера. Замедляет. Ракета продолжает лететь. Бару уходит. Все уходят. Остается только ДДС сидеть в кустах. Его тоже не нашли. Байбек был потрачен впустую. Но сейчас действительно от этого Рубика зависит очень многое. Вот как раз таки по поводу БКБ. Если Сэпу еще простительно, хотя тоже, я уверен, неприятно ему может зайти вот этот дизарм, то против Темпларки собрал себе кто-то дизарм. Это спиритбрейкер. И у нее нету ни рейзов, ни ультимейта, которые можно кастовать. Она просто на 4,5 секунды становится бесполезной. Нужно катара как можно быстрее БКБ. Оно будет 10 секундное и даст очень много. Но учитывая, что он байбекнулся, денег у него на это БКБ не появится. В ближайшее время, да, в ближайшее время не появится. Не все так просто будет. Ну вот он типичный спиритбрейкер, который... Спиритбрейкер. На Темпларку. Врыв. Есть ультимейт. Врываются. Нечто. Катаро просто моментально был разорван. Кулдаун, конечно, неплохо. Тут Рубик тоже разгистовывает, казалось бы, неплохо ультимейт Сэфа. Но один за другим слегают ребята из команды Аном. Но это уже похоже на Гудгейм. Да, это очень похоже на Гудгейм. Забирают Дарксиры, забирают спиритбрейкера. Уходят зомби на ТП, но сбивается тамба и можно забирать Рошана. Это была критическая, по-моему. Можно пойти просто сломать базу, но вот они решили поувереннее сыграть, сломать. Не, они все-таки отступили от этого Рошана и говорят, ребята, вы что? Ну, это на самом деле правильно, ведь Темпларка байбекалась. Темпларка байбекалась. Просто иди сломай базу. Зачем играть понадежнее, когда можно закончить игру и победить? Это самый надежный вариант. Бёрнинг ломает мид. Это последняя сторона, на которой не сломано ни одного барака. Гирокоптер так и не потратил свои деньги. Вот у него по-прежнему 4000, он уже себе покупает кучу-кучу айрон бренчей. Смотрим на базу. Внимание на базу и айрон бренчи. И следует гудгейм. Ну, в клуб пайката записался, купил себе напоследок блинг на мидасик на зомби. Но гирокоптер не купил, да. И, в общем-то, LGD уверенно смотрелись в этих двух играх. Шанс практически перуанцам не дали, а то, что дали, этим перуанцы не воспользовались. Проходит у нас китайская очередная команда дальше. Ну, как они сражались? Как они, в принципе, вот... У этой команды есть харизма какая-то своя. Я не могу сказать, что эта игра была какой-то скучной. Она была далеко не скучной. Ребята...